В рамках программы пребывания в Магнитогорске представителей Законодательного собрания Челябинской области по социальной политике почетные гости посетили городской курорт притяжения. Как отметил председатель комитета Сергей Буяков, проект федерального уровня лучше один раз увидеть, чем сто раз о нем услышать. В городской курорт притяжения делегация представителей Законодательного собрания Челябинской области по социальной политике прибыла в завершении первого дня выездного совещания. Попадая сюда, пересекая наш пешеходный бульвар, люди уже побуждаются в другую реальность, в другую атмосферу и могут отдыхать именно каждый день. Почетным гостям рассказали о функционирующих локациях и объектах на территории городского курорта и о планах на ближайший год. Представители Законодательного собрания Челябинской области по социальной политике впечатлили масштабы проекта. Обилие зеленых насаждений на территории притяжения, которые занимают площадь 25 гектаров. Большой интерес гостей вызвало появление на территории курорта термального комплекса, хоккейной академии и второго светомузыкального фонтана, который планируют открыть к одним металлурга. Объект будет представлять слияние двух стихий – огня и воды, символизируя рождение металла на Магнитогорском металлургическом комбинате. Далее гости в Аучу смогли увидеть обозначенные локации на обзорной экскурсии по городскому курорту, апогеем которой стало посещение видового холма. Все вещи и в комитете, в социальном нашем комитете направлены на то, чтобы сделать жизнь наших людей лучше. И сегодня мы постарались показать то, что делается в городе и на комбинате вместе. Это наши социальные объекты. Представители законодательного собрания Челябинской области отметили, без сомнения, руководство ПАО ММК и администрация Магнитогорска уделяют социальной сфере серьезное внимание. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Сегодня мы своими глазами посмотрели, увидели, как развивается Магнитогорск, достаточно молодой город. И естественно мы будем рассказывать и с удовольствием привлекать внимание федеральные власти и другие учреждения, ведомства и министерства для того, чтобы все то, что лучшее, что сегодня мы увидели, транслировать уже не только в Челябинской области, но и в других субъектах федерации. Это проект федерального уровня и парк притяжения, может быть он был так назван для горожан, но я думаю, что этот проект будет притяжением для всей Российской Федерации. Тут работает очень мощная команда руководителей, людей, которые понимают, что такое отдых, что такое туризм, что такое курорт в городе. И я думаю, что здесь будет невероятная наполненность, календарный план, как бы я сказала по-советски, да, и здесь будет невероятное количество событий. Дина Столярова, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИН.